В столице состоялась научно-практическая конференция на тему «Вода в Центральной Азии. Будущее в сотрудничестве». Участники обсудили в том числе трансграничное партнерство и системную взаимосвязь воды, продовольствия, энергетики и окружающей среды, а также в области образования и науки для водной безопасности. О предпринимаемых в Узбекистане активных мерах по внедрению водосберегающих технологий и охране этого ценного ресурса говорилось и на видеоселекторном совещании по мерам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращению потерь в сельском хозяйстве, которое состоялось 7 ноября под председательством президента. В последние годы благодаря реализации соответствующих постановлений президента были достигнуты значительные результаты в сфере водного хозяйства и внедрении водосберегающих технологий. В частности, за счет бетонирования 550 километров орков и каналов водоснабжение улучшилось на площади в 200 тысяч гектаров, а это, в свою очередь, позволяет экономить 450 миллионов кубометров воды ежегодно. Тем не менее, актуальные проблемы в сфере все еще имеют место быть. Важные приоритеты руководитель страны обозначил в ходе состоявшегося 7 ноября видеоселекторного совещания. Речь о рациональном использовании водных ресурсов, в том числе и трансграничных вод, сокращении потерь в сельском хозяйстве, укреплении в этом направлении международного сотрудничества. Инициативы и поручения главы государства послушали основой для научно-практической конференции «Вода в Центральной Асии. Будущее в сотрудничестве». Уважаемый президент создал все условия для того, чтобы рационально использовать водные ресурсы, наладил отношения с соседними странами. В этом году мы подписали протоколы совместно с Киргизской республикой и Казахстаном. Им передавали электроэнергию в осенне-зимний период и тем самым сохранили воду в Токтагульском водохранилище. А в вегетационный период они нам возвращали эту электроэнергию, и мы получали достаточную воду для орошения сельхозкультур и для других нужд. Точно так же у нас было соглашение с Таджикстаном по Кайрак-Кумскому водохранилищу, где мы подписали с казахстанской стороной, с таджикской и узбекской стороной втроем об эксплуатации в вегетационный период водохранилища в Ахри-Тоджике. Точно так же по Амударе мы тесно сотрудничали с Таджикстаном, Туркменистаном. На самом деле вводность была не очень высокая. Вот эти государственные договоренности в двустороннем и многостороннем формате совместные усилия дали свои результаты. Участникам была представлена подробная информация о проводимом в Узбекистане комплексной работе, нацеленной на совершенствование профильной сферы. Я думаю, что президент Мерзиёев очень активно включился в решение этих проблем. Уверен, что Узбекистан, включившись в борьбу за экономное, в первую очередь, использование водных ресурсов, поднимет на высокий инновационный уровень те технологии, которые сегодня используются и будут использоваться в ближайшем будущем водном хозяйстве. И мы очень надеемся, что наше сотрудничество, в первую очередь, россиян с коллективом ТЕМСХА, с коллективом тех водников, которые решают проблемы Узбекистана, помогут в решении тех задач, которые поставил президент Мерзиёев перед узбекским водным хозяйством. Также в повестку конференции вошли такие темы, как рациональное использование вод, водосбережения и охрана экосистем, трансграничное сотрудничество и системная взаимосвязь воды, информация, образование и наука для водной безопасности и сотрудничества. По всем актуальным вопросам состоялся обмен мнениями, выработанные соответствующие рекомендации. Эксперты были единогласны в том, что подобные платформы будут слушать укрепление взаимодействия между странами Центральной Азии в области рационального использования трансграничных вод, изучение положительного опыта и совместного решения существующих в сфере водного хозяйства актуальных проблем.